Прямо сейчас у нас на прямом включении Яна Махнача поговорим о доступности интернета и как сейчас это, могут ли, например, школьники с интернетом быть на «ты». Яна, доброе утро! Доброе утро, коллеги, доброе утро телезрители. Мы вот сейчас находимся в школе номер 94 на уроке интернет-безопасности. У нас сейчас, как видите, мы в классе 3-й А у нас здесь. И вот как раз-таки я сейчас подойду и узнаю. Вот не зря же говорят, что устами младенца глаголит «истина». Пока здесь идет урок, мы тихонечко помешаем и спросим. Привет! Здравствуйте! Скажи, пожалуйста, вот что такое интернет? Расскажи мне. Интернет – это очень большая соцсеть. Что можно делать в интернете? Какие полезные ресурсы можно там найти? Можно найти очень важную информацию. Можно переводить разные слова на английском языке или русского языка на английский. Ты пользуешься? Вот пришел домой, начал уроки делать. Пользуешься? Да, очень часто. Особенно в английском языке. Скажи, что может быть, если зайти на какой-нибудь нехороший сайт и что будет? Можно так сделать, что на компьютере может появиться очень серьезный вирус, от которого не избавиться. Поэтому лучше туда не заходить. Действительно. Скажи, пожалуйста, как это у тебя? Гоника. Скажи, расскажи мне, что такое интернет и что ты делаешь в интернете? Это тоже большая соцсеть. И там я иногда смотрю мультики, сериалы, картины или уроки, если что-нибудь надо написать. А вот по школе ты для каких целей туда заходишь? Что касается, когда уроки нужно сделать? Уполнительные уроки. Там захожу, делаю разные. Математика, русский, окружающий. Какие? Что, как ты думаешь, бывает, если зайти на нехорошие? Ну, вирусы бывают, потому что компьютер сломаться может. Да, все правильно. В этом мы схожи все в вопросе этого мнения. Да, я у вас хотела знать, дорогие коллеги. У многих у нас уже есть дети. Мы знаем, что такое, если вдруг ребенок зайдет на какой-то ненужный сайт. Скажите, как вы считаете, безопасен ли интернет для детей? Ну, по-разному бывает. Если родители заботятся об этом, то он безопасен. Можно поставить определенные ограничения. И тогда ваши дети будут, собственно, ходить только по нужным и полезным действительно сайтам. Яна, расскажи, пожалуйста, в каких школах и где, когда пройдут вот эти замечательные уроки по интернет-безопасности? Мне, как маме, второклассника очень интересно. Да, ну я думаю, что безопасен, если все-таки родители как-то контролируют и смотрят за тем, куда на этот сайт ребенок заходит, тогда он будет безопасен под контролем родителей. Вот сейчас мы как раз-таки с вами узнаем. Как видите, да, у нас здесь такой интересный урок. Я, кстати, забыла представить наших главных героев. У нас здесь интернешка и митясик. Это вот как раз-таки через интернешку и митясика детям рассказывают о безопасности в интернете. И вот пока... У тебя компьютер будет, а это будет твой вирус. Хорошо? Попробуй. Вот такую даже игру предлагает Дина. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вы волонтерский дед. Расскажите о том, как, в каком формате проходит урок. Урок происходит в интерактивном формате. Дети пытаются играть, они отвечают на вопросы, помочь героям пытаются и сами решить те задачи, которые решает интернешка. В конце концов, мы надеемся, что ребятишки, освоив эти правила, будут безопасно лазить в интернете. Ну вот мы сейчас даже можем наблюдать, да, я как раз, дорогие зрители, предлагаю вам посмотреть, вот как это проходит. Расскажите, как дети-то реагируют на вот такие уроки? Дети очень живо реагируют на уроки, им очень интересно. Возможно, это из-за того, что у нас конкуративные такие герои, интересные, необычные. Возможно, из-за того, что они сами участвуют. Но в любом случае у нас все получается. А что вот мы сейчас вот делаем? Сейчас ребята пробуют себя в роли настоящего антивируса. Они на практике изучают как раз принцип его действия вируса. И вируса, и антивируса. Все понятно. Да, и представим, продолжим урок. Тогда я представлю вам пока Ермакова Валентина, куратора проекта «Дети в интернете». Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, как уже нам ведущие задали вопрос, в каких же школах будут проводить такие уроки? Проект «Дети в интернете» — это образовательно-выставочный проект федерального уровня, который направлен на снижение рисков использования детьми сети интернет. Потому что это очень актуальная проблема в наше время. Потому что дети и в 5 лет уже умеют, и знают, как пользоваться интернетом. Наша задача — защитить их. Проект реализуется ИТА-центром совместно с компанией НТС. Скажите, пожалуйста, а в каких школах будет проводиться? Проект запущен во всех школах. То есть можно подать заявки. Мы выходим на директоров школы, и заявки принимаются на e-mail. Сколько у вас уже сейчас, например, заявок, и сколько у вас в планах школы провести уроков? Около 20 заявок мы уже получили. Я думаю, что за этот год мы достаточно много школ обойдем. Проект новый или уже был когда-то старт, и уже знаете? Проект актуал уже достаточно давно, в 2011-2010 году. И активно продолжает существовать. То есть уже получается 6 лет? Да. Это здорово, это хорошо. Желаем вам удачи, спасибо большое. Да, еще раз хочу просто добавить, что действительно урок проходит. Даже мне сейчас стало интересно, я интересно стала познакомиться с этими героями, интернешкой и митясиком. Поэтому, пожалуй, я сейчас тоже присоединюсь и послушаю, как же все-таки сделать интернет безопасным. А на этом передам слово коллегам. Спасибо за внимание. Спасибо, Яна, за хорошую актуальную тему. Я думаю, нашим телезрителям было полезно с ней ознакомиться. Но мы продолжаем. Спасибо.